Как удержать выпускников вузов и техникумов в республике? Прежде всего, им нужна престижная и хорошо оплачиваемая работа. Актуальные вопросы сферы образования и трудоустройства по видеосвязи обсудили на совещании в Доме правительства. Разные ведомства периодически решают серьезную кадровую проблему. Как только выпускник получает диплом, он старается трудоустроиться в других регионах страны. Там, где высокооплачиваемую работу найти легче. От этого страдает экономика республики. Вопрос синхронизации действий всех заинтересованных сторон и стал главной целью видеоконференции. В Чувашии работают разные программы поддержки безработных граждан. В учебных заведениях их тоже немало. При этом все равно часть выпускников остается без работы или уезжает. А на их обучение потрачены бюджетные деньги. Как разорвать замкнутый круг? Мы обсудили и совместно с предприятиями выработали конкретные подходы с тем, чтобы минимизировать количество таких вот пустых трат бюджета. Но самое главное – получить высококвалифицированных рабочих для предприятий с одной стороны. С другой стороны, чтобы эти работники, приходя на предприятие, могли зарабатывать достойную заработную плату и выполнять очень нужные функции и получать самое главное от этого удовлетворение. Только в прошлом году в службу занятости обратилось более 550 выпускников. Почти 70% из них трудоустроили. Содействие и занятости молодежи действительно является ключевой задачей государства. По состоянию на текущий день, на 29 мая, в Республиканском банке вакансий содержится сведение о наличии порядка 13 тысяч вакансий, сведение заработной платы, по которым составляет 19 тысяч рублей. Эта информация ежедневно обновляется. Инженер, экономист, менеджер, практика показывает, что именно выпускники этих направлений чаще всего обращаются в службу занятости. При этом именно эти профессии востребованы на рынке труда. Значит, где-то алгоритм дает сбой. Олег Николаев рекомендовал органам власти, вузам и центрам синхронизировать свои планы действий. Во всех образовательных организациях у профобразования на сегодня действуют ранее созданные центры содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройства выпускников, которые активно взаимодействуют с предприятиями, организациями, проводят ярмарки вакансий, презентации профессии. Сейчас у студентов за время обучения есть возможность получить сразу несколько профессий. В Республике работают краткосрочные программы. Это дает выпускникам преимущество при трудоустройстве.